Водолазь не разбирается У нас было миссионерское путешествие Мы проехали очень далеко У Собака не очень так было Вернулась из первой поездки и стала чемпионом Сибири А из второй поездки вернулась и стала чемпионом России А? Секуннолетели мы поехали Пойдемте сюда Я для этого и пошел Не нравится ей Давай, Даля, лежать Не, Астер, ты зачем завалился? Земля грязная Помогите ему встать Всталет Подъехали Всталет Усталет 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 Та вот иначе так холодно я буду не пью никакую березовый сок березовый сок не я чай не мучает спасибо большое сейчас у них просто времени так там я показываю у нас все снимается в какой порядке не обращайте внимание скажите еще раз до конца выберите а который остается через сколько затягивать может может 2 может 3 какая какая будет погода какое течение есть течение течение есть в любом водоеме даже ветер не надо ничего не пить спасибо большое все я прошел в общем дальше проводили дорогу знаю сейчас прям нужно ответы качать и сейчас пока вы сказали что за доставку подходит цена дошла как они работают если чем-то приеду я алексей может еще один человек приедет что у нас вот специально человек который работает на землю снаряда если вы работали вы знаете что его зовут багер мистер у нас сейчас в россии нет есть где-то там среднего билет массы полосе готовит а у нас здесь нет поэтому все что я знаю чему меня научили я все это сделаю пока только так теперь вот это осмотр как экология эти слова забудьте здесь ничего этого не надо просто выкачите и все пусть вода стечется то есть никаких обследований надо ровное совершенно дно там ничего нету оплачивать и доставка на проживание питания ну ты за четыреста я здесь пару недель поработаю давайте мы запишем это то есть он записал когда вы сможете приехать ну во первых надо мне договор с вами подписать вы мне сейчас дайте свой электронный адрес пожалуйста и послушайте я приеду сейчас домой я сброшу вам договор сброшу вам смету все как положено чтобы вы знали кто я что я что я не аферист с улицы пришедший так я даю вам визитку а у вас визитка есть? визитка и вы зайдете там mail.ru и там мой адрес почтовый здесь наш youtube канал большой там 11500 роликов только наших хорошо здесь все телефоны все дается на той стороне мои телефоны а здесь и другие кистине 2 что это? mail.ru mail кистине 2 что это? это мой телефон отец mail.ru а все это адрес почтовый это мой почтователь все вы сами под почту будете смотреть да? я только и смотрю все я сброшу вам смету сколько что что по пунктам прям и отправлю вам договор вы почитаете скажете все добро добро ну да советы не рублями никто не дает из деревянских у них нет еще они с нуля приехали все вот он строится 3-х год и не может построиться пока у нас точно так же в деревне есть пруд вот алексей не даст соврать мне пруд все хотят чтобы я его почистил но никто ни копейки не хочет дать это я почищу приеду я вам подниму все это со дна на берег выкачу а вывозить-то кто будет? а там ведь и навоз и тохлая скотина там что только нет в деревне у нас еще нет этого видите вот он как вот работает сколько здесь 120 тысяч отдаем он расписывается и снимается у нас никогда разговариваем мы лично руки отдаем деньги сразу у нас не надо ждать когда-то мы когда-то придем лично вот мы сделали все они бы размонтировали я вам отдаю руки вот сейчас вы привезете и скажете столько стоит привоз я за привоз вам заплачу когда работу на эту сумму сделаете такой закон у нас закон другой вот я беру деньги а человек который нас привезет с ним нужно будет рассчитаться сразу а как вам привезли а вы ничего не сделали уехали сломалось или что-то я искать буду кого-то мы-то здесь остались да чего вы остались от вас и спроса нет вы уехали вы уедете вы здесь не будете жить а я за что буду платить я спрашиваю а за что что платил люди которые мне помогают эти люди всегда вот допустим нужно купить было кухонный аппарат они узнали в интернете из Испании они прислали я в магазине получаю все снимаем и мы отсылаем они помогают фактически не мне кто рядом со мной ребятишке я начальник детского лагеря был вот поэтому тут как подумать вы приехали я заплатил деньги а это ничего не говорится за что заплатил я никакой работы не сделала это один из вариантов шофер наемный так я ему скажу что ты деньги получишь через две недели он со мной не поедет он мне не повезет ну вы рассчитайтесь со мной это вы подпишем это мы христиане у нас без обмана на сто процентов никак работа на этой сумме сделана она тоже вы приезжаете и говорите эту сумму выработали я тут же расписывайтесь я вам выдаю деньги а так как шофер пришел у меня ничего и нету он же наемный ну вы его нанимаете вы рассчитаете с ним не может быть что вы работали с такими суммами у вас не было рассчитаться у меня нет минимальная пенсия мне не давали работать советская власть я только в 87 году освободился в последний раз как политзаключен нас сажали давили вымораживали вы найдете здесь фильмы государственные про нас снятые первое место на международном киноконкурсе снятые то есть мы заботились о том чтобы коммунистический режим не уничтожал людей код кошка кошка как зовут рыжая 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 иди не мешайся так мы все то будем писать нет не будете значит я сейчас приеду домой документы подготовлю и вам отправлю вы посмотрите мне и напишите ответ но еще мы сейчас договорились за сумму никак за приезд сколько вы сказали он же берет за дорогу туда и обратно сейчас когда приедет туда и обратно а когда увозить будет опять ту же сумму туда и обратно видите как а как по-другому у него километраж это как сказать я его знаю он мне не раз все заплатите а я вам заплачу когда сделаете на это работу этого легко идет мы живем на одном месте мы постоянно мы никуда не денемся нас искать не надо он со мной не поедет пусть он не ездит вы ему деньги отдайте как это делают бульдозеристы за него платят который Валерий Иванович нанимал его а я ему рассчитываюсь полную сумму и за доставку ну так и написано вот она доставка его он расписывается все такой-то такой-то ладно хорошо обговорили так продолжайте нас а вы не хотели выпить березовок у вас же там не один почтовый ящик или один мейл руту сам собираю спасибо большое я не пью я пью чай и кофе да я знаю натуральное в погребе и в скважине в погребе в варенье потому что мне огороде теща и жена все делают в варенье и в скважине вода я себе намешал попил вот утоляю жажду на территории деревьев курить запрещается я курю но я же не курю а приеду я буду все равно курить на объекте я буду курить внутри своей машины чтобы здесь вы их не видели я курю всю жизнь нет на территории деревьев я знаю что это будет а 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 с а а а а на то а а а а а а а а Я понимаю, прокос сделать дорожку, чтобы сухая, она же по травой там мокрая, а прокос почему не сделать, триммер взял, шик его, чтобы улица чистенькая была, это нехорошо, у меня на территории, где дом, у меня сторона живут там двое, там чистота идеальная, по территории, и где мой дом, там у меня за домом скважина, крылечка, кочегарку, чтобы там трава росла, я спать не буду, но я ее выкошил, мы же с пользой дел, ну понятное дело, что у нее это не очень, то есть не просто выкосил и выкинул, это все трава, это сено, вот сейчас он поедет, трактором все скосит, все соберем, а еще не покос, все пропадает, и все косой махать, да у вас травы здесь, я не знаю, можно стадо огромное прокормить, как я не знаю, вручную что-нибудь? Ну как мой кот, дед? Да у меня домоста стройка, да понятное дело, ну раз, богатыри его, я себя не в это, всю войну прошел мне, дед, и после войны кузнецом работал, и косили, и держал пару коров всегда, и коня, и коня держал, он кузнецом коней ковал, у него, чтобы такого было, Я согласен А так вот сейчас, вот сейчас мне козе не дай, зеленой травы, будто рать как резаная, пошел, выкосил, навалил, все, у меня две козы козленок, две дойные козы, все сожрали, а не дай ей зеленую траву, как? А коровы дойные, я так полагаю, у вас же, да? Да все, все, у меня коза вот тоже Вот, как она без зеленой травы? Или ты ее на покосы пускаешь? Нет, вот она пасется свободно, ну вот, а это не есть хорошо, потому что она вытопчет, бычок, и тот Грифорде хорошо под собой выбирает, конь хорошо съедает, так там все выбирает, а коза перетопчет, переваляет, и ничего не сожрет, поэтому я им накосил, привез, положил, и у меня территория чистенькая, хоть за оградой, хоть в ограде, а это вот козу выведя, она перебнет, перетопчет, два раза щепнет и ляжет лежать, ну или я не прав? Прав, 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 стопроцентно прав, дай Бог вам здоровья, всего доброго, счастливо, теперь созвонимся, спишемся, все, максимум завтра с утра ждите электронную почту, так, если ваш номер отобразится, ваш почтовый, на меня, когда выйдете, или позвоните, чтобы я на вас обязательно вышел, хорошо, все, что договорились, я позвоню, так, готовимся, душа, ну и все, дорога только лишь одна, вот все, Вот тут вот так езжайте, никуда не сворачивайте Ну все Ну все Ну все